Размер пенсии не должен уменьшаться. Эту цель преследует предстоящий реформирование пенсионной системы России. Долгосрочную стратегию обсудили в ходе обширной видеоконференции. О нововведениях рассказал заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. Изменения необходимы, иначе размер пенсии будет уменьшаться относительно прожиточного минимума. Резервы, по мнению руководства ПФР, нужно искать внутри системы. Один из способов – уравнение тарифа страховых взносов. Он станет единым для всех льготных категорий не будет. Адвокаты, нотариусы и другие самозанятые граждане выплачивают страховые взносы в 2012 году в сумме 14,3 тысячи рублей в год. А мы, работающие минимум 112 тысяч, то предусматривается в дальнейшем выравнивание. И для этой категории граждан также они будут выплачивать примерно в такой же сумме страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Еще одно нововведение связано с досрочными пенсиями. Изменения коснутся предпринимателей, у которых есть рабочие места с особыми условиями труда. В настоящее время могут уходить наши страхованные лица на пенсию в 50 лет, некоторые категории даже в 45, в 55 лет. Поэтому рассматривается сейчас вопрос именно в стратегии развития пенсионной системы до 2030 года, чтобы работодатели-страхователи, которые используют труд на этих вредных производствах и рабочих местах, платили дополнительно страховые взносы. Во время видеоконференции от Ивановской области прозвучал вопрос, касался он эффективности накопительной системы, введенной в 2002 году. Оказалось, что накопленные средства быстро обесцениваются. Мы не отменяем накопительную систему. Мы переводим ее из государственного, чисто государственного публичного уровня, когда государство регулирует все, включая куда размещать, в более гибкий корпоративный и добровольный формат. Чтобы у добросовестных работников в старости была достойная пенсия, предполагается ввести систему 40-20-40-20. Это означает, что человек со стажем 40 лет, который отчислял 20% своего заработка, будет получать пенсию в размере 40% от зарплаты в течение 20 лет. Такой принцип, по мнению чиновников, позволит при большем стаже получать большую пенсию.